Как крепкой становится женщина? Вот если женщина себя мучает на работе, точно так же пытается удержаться на одном месте, то она высыхает, становится несчастной, больной, замученной и может даже стать бесплодной, в зависимости от того, насколько она долго терпит ситуацию, в которой она находится. Никакая работа женщине не может дать устойчивость. Женщина метается, думает, где же моя природа, что-то мне здесь плохо, и там мне плохо, и здесь плохо, везде будет плохо, нигде не будет хорошо, везде будет четыре стадии. Первая стадия, мне интересно, вторая, устаю, третья, надоела, четвертая, ухожу. Поднимите руку, у кого из женщин нет этих четырех стадий, они работают и работают где-то. Это значит, что вы замужем. Нет? Два. Ну, редкий случай, но в основном женщины могут работать где-то устойчиво, если у них есть фундамент. Ну, не замужем, значит, у вас много подружек, много друзей, вы как бы чувствуете себя в обществе как дома, так? Любимое дело. Женщина устойчива только в личной жизни. Когда она находит себе семью, тогда она пускает корни, и сразу влага живительная входит в ее жизнь. Она становится отдохнувшей, такой внутри, изнутри. Снаружи она замотанная, но снутри она устойчивая, чувствует себя хорошо, потому что есть опора в жизни, есть семья, прибежище. Пока семьи нет, на работу женщина хочет опираться на работу, это невозможно. Поэтому устали где-то работать, можете поменять. Женщине разрешается по судьбе уходить с одного места, находить другое, устраиваться, работать где хочешь. Поэтому, когда работодатели ищут себе людей, то где-то статистика такая, на 8-9 женщин два мужика. Женщины всегда готовы, с удовольствием хотят устроиться на работу, на другую. Поработать там чуть-чуть, и опять с удовольствием уйти и устроиться еще на другую. Так работает женская природа. Некоторые виды деятельности не заменишь, там бухгалтер, допустим, мужиков вообще почти нет. Или там, допустим, продавец и так далее. Поэтому приходится приспосабливаться, работодателям, что будут меняться. Взял женщину, значит, все нестабильно, будет все меняться. Это нормально. Такие виды деятельности, ничего не сделаешь. Женский труд. Самое ужасное, если женщина все-таки уперта, хочет найти себе работу, на которой ей будет хорошо. она тратит туда силы, тратит все свои мозги и тратит свою жизнь, потому что женская психика устроена таким образом. На что она настроилась, то в жизни она и получает. Если женщина настроилась на работу, замужество, до свидания. То есть она думает о работе. Хорошо, замужество, до свидания. Если она перестала думать о работе, думает о личной жизни, тогда она привлекает к себе внимание, начинает тратить туда силы, там и так далее, и постепенно создает семью со временем. Как бы ни нравилась работа, все равно неизбежно женщина должна отказаться от того, чтобы отдавать ей свои силы. Нужно думать о личной жизни женщине. Это важно. Там ее крепость, сила, возможности внутренние, стабильность, здоровье тоже связано с этим женское. Женщина, когда замуж выходит, она расслабляется. Она ей становится хорошо, она расслабляется, и вообще у нее пропадает мотив, интерес к работе. Часто мужчины замечают, женщина вышла замуж, делать ничего не хочет, на работу ходить не хочет. Это нормально. Женщине нужно время, когда она замуж выходит, ей нужно где-то год-два вот такой чувствовать себя в семье, защищенной, чтобы у ней заработали гормональные функции, которые дадут возможность ребенка зачать. Ну то есть, ей нужна вот эта сила, она и набирается в это ощущение, что я защищена, мне никакая работа не нужна. Если муж гонит жену на работу постоянно, и думает, что так мы поправим свое финансовое положение, да, пожалуйста, за счет своих детей. Ну то есть, в такие семьи, может быть, бесплодие в такой семье, вполне. Потому что женщине очень трудно вкладываться в работу со всей силы, еще при этом иметь хорошие гормональные функции. Это она из хорошей породы лошадей должна быть. Это вам понравилось. Но если говорить об успехе вообще в целом, то помимо того, что я перечислил, что человек должен дойти до своей природы в конце концов, он должен отказаться от хобби, должен перерасти через свои способности и прийти к деятельности, которая идет от разума, а не от желания денег. Потому что, когда человек в деятельности хочет все-таки денег, это основа, он никогда не сможет действовать по своей природе. Ему придется выбрать или деньги, или счастье. Как в этом фильме про Буратино черепаха-тортилла спросила Дуримару, ты говори, скажи, чего ты хочешь, счастье или деньги? И он ответил ей, а сколько веса-то в этом ключике, сколько там золота? Он к ней ключик пришел забирать у нее, золотой. Ну то есть он выбрал деньги. Если человек выбирает деньги, счастья не будет на работе. Шансов нет. Никаких. И здесь никак не обманешь судьбу. А можно так извернуться, чтобы и деньги одновременно, и ключик, и счастье, да? Золотой ключик и счастье. Нет, невозможно. Потому что, когда человек хочет денег, включается умственная платформа и включаются его способности. Он действует, работает по своим способностям. А когда он хочет счастья, то есть делать пользу, приносить, заниматься любимым делом, то включается разум у человека. И в результате там способностей еще нет. Зона деятельности разума, она лишена больших средств. Но больше того, у людей, у большинства вообще лишена всяких средств. Например, человек говорит, я люблю воспитывать детей. Допустим, ему нравится. Но он зарабатывать может на продажах, допустим, да? Вот продажа — это его способности, а воспитывать детей — это его предназначение. Так вот, когда он как личность развивается сильно, тогда он может так воспитывать детей, чтобы ему от этого какие-то деньги приходили. А если он еще сильнее развивается как личность, то через много-много лет он сможет такие же деньги от своего предназначения получать, как от своих способностей. я вам конкретный случай рассказываю. То есть был один человек, который преподавателем был. Наступила там в 90-х годах, там наступила вот эта очередная перестройка. Вот. И он уже не смог содержать семью на те деньги, которые давал им преподавание. Он любил воспитывать детей, преподавать детям. И вот ему пришлось продавать шубы этому человеку. Уйти с работы, с своей учебы, детей. Начал продавать шубы. И он мне, когда послушал лекции мои, он сказал, я мечтаю вернуться опять преподавать детям. Но для этого мне надо свой вот этот магазинчик, свой как бы цех по производству шуб надо кому-то передать. Найти человека, который бы за место меня и говорит, мне даже с этого больших денег не надо, просто чтобы он поддерживал мою жизнь этими продажами. А я просто хочу своей силой продавать детям. Понимаете, вот он только в этом возрасте понял, как надо жить. Ну, то есть он просто хочет служить людям своими способностями, с любовью трудиться, но при этом как-то окрепно на ногах, как-то вот поставил на ноги свою жизнь и хочет заниматься любимым делом. Но любимое дело тоже может со временем давать деньги и больше еще денег будет давать со временем. Любимое дело, если ты его делаешь с любовью, но не сразу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok